Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Системник, и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том, как запустить безопасный режим Windows. Ну и давайте сразу переходить к делу. Для начала давайте разберем, что вообще это такое. Безопасный режим – это режим запуска системы Windows, предназначенный для устранения неполадок, в котором используется ограниченный набор службы и компонентов. В нем загружаются только базовые файлы и драйверы, необходимые для запуска Windows. Сейчас я покажу вам несколько способов, как в него войти. Для первого способа зажимаем комбинацию клавиш win плюс r и пишем здесь команду msconfig. Переходим во вкладку загрузки и тут просто ставим галочку на пункт безопасная загрузка, а также выбираем ее тип. Минимальную, другую, восстановление активной директории или же сеть. Лично я для примера выберу первый вариант. Теперь нажимаете применить, ок, и перезагрузка. Как видите, устройство перезагрузилось и теперь работает в безопасном режиме. Для того, чтобы выйти из него, вновь прожмите комбинацию win плюс r, напишите msconfig и во вкладке загрузка просто уберите галочку с безопасной загрузки. Для второго способа необходимо открыть меню пуск и перейти в параметры, затем обновление и безопасность, восстановление и уже тут на пункте особые варианты загрузки нажать перезагрузить сейчас. После перезагрузки появится панелька, где для начала нужно выбрать поиск и устранение неисправностей, затем дополнительные параметры, ну и непосредственно сами параметры загрузки. Нажимаем перезагрузить и после еще одной перезагрузки видим такие вот пункты, для активации которых используются клавиши от F1 до F9. Меня интересует обычный безопасный режим, поэтому я нажму F4. Итак, как видите, безопасный режим успешно запущен и в этот раз для того, чтобы выйти из него, достаточно просто перезагрузить ваше устройство. Ну и последний третий способ, который подойдет даже тем, кто забыл пароль для входа, так как его можно проводить с экрана входа в систему. Для него зажимаем клавишу shift и не отпуская ее, перезапускаем систему. После проделываем все те же действия, что и в предыдущем способе. Ну а на этом все. Если данный видеоролик был для вас полезен, то обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok